Запись встречи началась. Меня зовут Анастасия Пинетовская. Я руководитель студии Travel Billy Dance, фитнеса и йоги Панду, город Москва. И сегодня мы здесь, городами Москва, Алматы, Петрозаводск, Guter Slow, надеюсь, я правильно произношу, в Новосибирск собрались, чтобы отметить выпускной первого потока обучения АТС онлайн, с чем я вас поздравляю! Для меня это, конечно, очень крутое событие. Я безумно волнуюсь. Внутри все клокочет. Почему? Потому что я переживаю за каждую из вас. Я не знаю, что там дальше получится, но тем не менее я хочу, чтобы вы осознали, что мы это прошли, мы это сделали все вместе. Сегодня я каждой дам из вас что-то сказать, чтобы мы коммуницировали, чтобы мы подвели итоги и сделали выводы. Давайте сначала о таких насущных делах. Курс подходит к концу. Уже завтра закроются все материалы, закроются все видео, у вас до сих пор оставались видео сессии вопрос-ответ. Поэтому, если кто-то что-то не досмотрел, кому-то надо что-то уточнить, еще сегодня вы можете это все просмотреть, докачать, докачать музыку, докачать все материалы, потому что этот чат тоже будет закрываться. Тот чат, в котором вы задаете домашние задания, в котором мы коммуницируем. Вот. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы ничего не потерять, для того, чтобы у вас все осталось, все скачайте, все досмотрите, все вопросы сегодня задайте. Хорошо? Окей? Это очень-очень важный момент, потому что не хочется, чтобы потом кто-то прибегал, такой, боже, там была такая методичка, но она куда-то делась, она пропала из моей жизни навсегда, чтобы этого не было. Вот. А сейчас мы с вами немножко обернемся назад, и я вам покажу всю ту структуру, чтобы вы это визуально увидели, все то, что вы прошли, чтобы у вас пришло осознание, где вы были и что вы сделали. Сейчас я вам покажу «Окно». Так, вкладку «Окно». Странненько. Не получается пока. Сейчас попробуем еще. Может быть, что-то... Вот. Отлично. Итак, только взгляните на эту майндкарту. Эта майндкарта и есть все те шаги, которые вы последовательно проходили. Все 10 недель здесь расписаны, здесь прописаны и те движения, которые мы проходили, и те действия, которые мы делали, и все цели, на которые мы ставили, и все те домашние задания, которые вы тоже... Ну, те контрольные испытания, которые вы прошли. У нас было 10 недель, и за 10 недель нам необходимо было узнать, что такое постановка корпуса, узнать, что такое пуджа, либо она же moving meditation, необычные движения, украшения. И мы разделяли быстрые и медленные части. Мы узнали, как шагать, что такое шаг, что такое такси, движение бокс-степ, репкейдж-ротейшн, body wave, arabic step. Часть движений были из медленной части, часть из быстрой части, pivot bump с руками, chuchu, double bump, single bump. Самый большой блок, наверное, который у вас вызвал большее самое негодование на сегодняшний день для меня, это сагаты. Как показала практика, как показали ваши контрольные выпускные работы, которые мы делали еще 11-12 неделю. самый большой это сагаты. И это то, с чем я вам желаю продолжать работать, то, на что необходимо будет сделать акцент, то, в чем нужно будет постоянно углублять знания, развивать моторику и постоянно с этим как-то взаимодействовать, чтобы улучшить свои навыки. У вас было несколько таких концептуальных занятий, которые были посвящены теории, а именно это формации, там мы рассмотрели performance angle, концепцию лидирующей, следующий, был раздаточный материал, все мы рассмотрели, на практике вам показали. Была неделя костюмов, когда я визуально вам показала, как это все работает, как это все сочетается и из чего это все состоит. И сегодня я хочу у вас спросить, такую, получить обратную связь, что было самое сложное, что было самое легкое и как вы вообще себя ощущали в процессе обучения и для людей, которые, возможно, придут дальше, будут так же, как и вы, проходить этот курс просто через последствия, на что вы им посоветуете акцентировать внимание и на что настраиваться. Да? Пожалуйста, кто хочет, любой может высказаться. Что было легко, что было сложно. Можно я начну? Ну, тогда здравствуйте всем. Меня слышно? Я теперь звуком. Да что ж такое? Сейчас, секунду. Вот теперь, наверное, слышу. Хорошо, я попробую еще раз. Слышно меня? Да. Все, еще раз всем привет. Я вообще безумно рада, что наконец-то вот этот день пришел и что мы тут все собрались. облегчение. гора с плеч. Мы сделали это. Много нервов, конечно, и как-то себя вот под стресс. Я не смогу, я не смогу, боже. И все-таки это случилось. Вот. Всем спасибо большое, Анастасия, вам огромное спасибо за все ваши уроки. Да, сагаты для меня лично это был самый сложный этап движения. В принципе, все были уже для меня знакомые, да, там технику нужно было отрабатывать. Конечно, это все наработается, нужно просто продолжать и не останавливаться. Ну, вот сагаты, да, вот разобраться с ритмом. Вы дали очень много информации, все было очень понятно, все было очень ясно. Просто нужно работать, работать, работать. Спасибо за упражнение, да, и за всю информацию, что вы дали. Это вот, выше крыши для начала хватает. Да, и вот эти 15 минут в день хотя бы выделить, это было, конечно, тоже для меня такой, как челлендж, да, потому что я работаю на полную ставку, плюс у меня тут семья, дети, собака и все дела. Вот. Конечно, моя семья меня поддерживала, но иногда они уже говорят, мама, ну честно, ну ты задолбала уже, да. Ты уже задолбала, да, вот как вы присылали вот это видео там с этой вот мотивацией про сагаты, ну вот в один-в один, да, вот я с собакой и с агатой, да, там муж спит уже, тоже уже с агатой, да, дети там подглядывают, что же она там делает. У меня муж научился уже танцевать в первый левел, все, мы можем с ним танцевать дуэтом. Огонь, огонь. Да, и у него лучше многие движения получаются у меня, боди-вейв, например, вообще огонь, да, вот. У мужчин, реально, у мужчин волнообразные движения будут получаться лучше, чем, ну как бы, у женщин. Это факт, факт, поэтому да. Да, ну вот с агатой, да, не бросать и продолжать нарабатывать, да, у меня вот что-то с ритмом, вот вообще, да, я говорю, вначале я всегда думала, такая, ой, какая крутая, я так круто умею, да, а потом впоследствии, вот, чем дальше влез, тем больше дров, я вот смотрю на свои видео, думаю, боже, какой ужас, какое дерево, да, какая тупица. Нет, ну, конечно, я так к себе не отношусь, но все равно, вот сравнение, да, когда ты начинаешь углубляться, когда начинаешь погружаться, когда ты знаешь нюансы, да, то есть вот то, что вы нам давали, вы показывали, вы говорили, обратная связь, конечно, это вообще было супер, это вот именно то, почему я лично записалась, например, на ваш курс, да, потому что мне была важна обратная связь, мне было важно, чтобы мне человек, профессионал сказал, указал на мои ошибки, над чем мне нужно работать, да, и то, что вот вы делали и показывали, и потом прорабатывали с нами на вопрос-ответ, вот эти все нюансы, то есть техника именно как правильно какой регламент то есть вот это вот все было для меня очень важно и очень супер отлично спасибо спасибо большое кто еще хочет кто готов это не обязательно это по желанию если у вас есть что сказать если вы готовы то пожалуйста белками ну что я тоже всех приветствую девушек поздравляю с выпуском да вот для меня значит было сюрприз существует левел и вообще не не движение а level 1 и так далее вот да я такая думаю ну они там наверное разучивать движение такие все танцуют потом значит прикол да прям посреди начала начала там первого занятия становится понятно что однако что вообще подвох большой не вот да с этим с поездкой на казахстанский фестиваль я поняла что это вообще мы только на самой первой ступеньке да и с нами очень сложно коммуницировать в танце мы еще ничего не знаем неправда неправда вы были хороши вы прям ну смотря видео я могу прям подвести черту и сказать что те цели которые я перед собой ставила я их добилась но это мы чуть попозже продолжать вот значит что было легкого это достаточно такие движения которые были из быстрой части там бокс степ вот эти вот чиков оконнерс достаточно простые потом вот случился кризис мозга в плане то хотелось наружу его крутить то наоборот в общем зачерпывать там снизу вверх и с переносом веса до сих пор надо будет еще отрабатывать и отрабатывать и поскольку это в медленной части ты все равно там считаешь ритм допустим там один-два-три-четыре и ты вроде смотришь все делают медленнее ты хочешь успеть и на 4 раз сделать и на 4 вторую и осмотрится достаточно быстро ну то есть настолько плавно насколько требовалось изначально вот то есть вот этот затык тоже возник ну а по сагатам я хочу сказать что у меня вот не было такого что ой там я типа туплю как это я так мне было как бы весело задорно думаю ух ты прикол а я думала могу да ну и сразу опять пробую вот но как бы меня это ну никогда у меня нет такого что себя уничтожать да как бы критиковать а просто ну то уж ну еще надо поработать ну еще надо поработать но самое как это сказать прогресс наступил когда мы с динарой стали пробовать вместе с первый день вообще ничего у нас не пошло то есть мы еле-еле вообще разобрали музыку там как-то сошлись на том сколько там восьмерок а вы заранее каждый отдельно подготавливал или вот только вместе когда сошлись начали разбираться от сначала по отдельности каждый когда мы вместе собрались вообще то есть вот момент до первой встречи я-то думала мы сейчас прям такими шагами время мало как бы я там всего ничего в этом казахстане ну надо как бы быстрее быстрее вот ничего в первую встречу можно сказать мы только познакомились и посмотрели что у нас там по музыке стали сагатить и поняли что мы сагатим очень мед нет мы не поняли что мы медленно сагатим динар мне так и говорит так что правильно нам же настя выбрала ученическую мелодию подходящую по нашу способность и мы там чики там чики там и такие сагатим вроде неплохо зашли стульки репетировать попробовали там значит это марина женщина с прекрасным волевым характером она долго не смогла это слушать она же тоже отейсер и говорит а вы специально так говорит пропускаете один так вы так играете как то чё то ну-ка давайте покажу как надо вот и у нас раз опять глаза по пять копеек можем и все не так как же мы сейчас успеем эту музыку вложиться но стали вот пытаться ну потому что но мы поняли что медленно это совсем не то то есть это не знает от тренировка пальцев это не для выпускного вот пока я одна дома пыталась под это сагатить тренировать мне все время хотелось просто повторять ритм мелодии то есть не каких там трое играть от души так сказать тогда вроде бы я такая думаю для соло это прекрасно можно на концерте исполнять там на любых были дансер скидать даже ничего не поймет потому что ну звучит и звучит как бы в ритм совпадает вот триоли троек там уже мы не увидим как бы нормально вот поэтому я когда посмотрела там как сабина в этот выпускной любовь я думаю ну девчонки подстраивались поток как вот сейчас могут ну то есть а мы правда бились это ей богу было вот видно вы старались улучшить свое как могут это нормально это очень круто потому что всегда нужно стремиться к большему а там уж как получится работа с тем что есть смотрите вы на сегодняшний день должны своим своей головой понять что это было контрольное это было контрольное задание чтобы выявить где все хорошо прошло где там было какое-то недопонимание где вы смогли где уловили частично где все хорошо прошло вот сагаты просто сейчас поймите что первое что вы должны научиться делать это движение отдельное движение без всего потому что у вас там руки-ноги вы вдруг ни с того ни сего берете и вас вкидывает в какую-то в какое-то танцевание кто-то из вас пришел с нуля то есть кто-то вообще ничего не знал и для него это новая техника дальше отдельно вообще ну то есть мы это выучили убрали дальше достаем из второго кармана у нас там лежат сагаты обычное изучение сагат начинается с музыкальности когда вы дрынкаете на чем-то играете на барабанах играете просто на сагатах а потом начинается самое самое сложное что только есть это this is the apple this is the pen this is the apple pen вот и а мы с вами пропустили ну как бы у нас было и это и это и сразу вот это вот то есть напряжение на вас было в три раза больше чем как бы это положено потому что шагистика хореография ну как бы вот это вот все это одно сагата это другое а с миксованием это это третье а вы как даже не в балете а в каком-то балете с музыкальным оркестром вы сразу это делали понимаете вы тут же играли сам играю сам пою сам билеты продаю вот что было вот и вы должны были сразу почувствовать что накладывая это быть очень много теряли в технике почему потому что движение когда мы переносим фокус внимания на что-то другое сразу исчезает техника поэтому сначала техника движения вы должны прям надоптать хорошенечко знаете каждое движение узнавать его визуально знает сколько в нем счетов чтобы не путаться и потом только сагаты я просматриваю ваше вот это вот контрольное домашнее задание всегда делал вам поблажку что вы настолько сейчас даже не в движении а в сагатах и старайтесь чтобы хотя бы ноги шагали в музыку что для вас это сейчас просто пройден потолок который вы так головой прошибли и туда дальше пошли ракеты полетели поэтому я конечно преклоняюсь перед вашим стремлением это было очень круто вы прям молодцы тем более вы сделали это как бы не по одному кто-то по одному потому что у него был такой ресурс но когда вы начали уходить какие-то коллаборейшины с друг другом с другими людьми это уже показывало что вы во первых знаете движение знаете как с ними работать вы уже имеете осмысление что такое формации вы понимаете что нужно смотреть и повторять это тоже определенное осмысление то есть концепция лидирующие следующие она очень важно у многих она просто не отыгрывает то есть где-то у людей это такое что они не могут танцевать группы у кого-то наоборот эго такое что он может танцевать с группой только на повторяющих ролях а вы уходя в коллаборейшины и это очень круто сразу показывали что я могу я что-то забрал и я пошел дальше это внедрять а внедрение это как раз то что я от вас хочу то есть идите и танцуйте с людьми найдите себе любого человека даже того же мужа взять и сказать муж ты хотя будешь мне помогать стоять за мной вот так вот мы все будем меняться и места поймем как друг другу в глаза смотреть между прочим я считаю что с точки зрения социализации танцевание с мужем хотя бы такое да не парные какие-то танцы танго а тот же а тс поможет вашим социальным связям и личному контакту почему бы нет вы начнете смотреть друг другу в глаза относиться друг другу хобби с уважением потому что мужчины не понимают часто наши танцули вот да 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 можно я скажу да вы знаете вот я уже давно занимаюсь танцами всю свою жизнь да и мой муж тоже был танцором вот мы на этой почве познакомились с ним но потом вот ушли мы так в семью да и сама в работу там с головой то есть он ну я продолжаю все равно танцевать хоть как-то где-то все равно нахожу возможность да и вот раньше ему очень тяжело было да со мной вот как бы ты опять на свои танцы ты опять на свои выступления да сколько же можно это сколько же это будет длиться и вот когда на курс записывалась да мы как раз поехали в отпуск я думаю классно у меня будет свободное время да это там никто не будет нет там это самое отвлекать там и наезжать на меня живот и тут опять но потом у меня отпуск закончился а курс то продолжается и самая самая пошла уже движуха да что надо отрабатывать каждый день уже не выйдет так ах быстренько тут пошел в огороде тут видос за это самое записала и и все надо было репетировать реально каждый день по часу по полтора да чтоб нормально вышло но я такой человек мне надо чтобы мне хотя бы чтобы я была удовлетворена хотя бы ну на 50 процентов ну хотя бы на 30 тогда уже ладно уже да вот и там и это надо временно это час полтора да я вот смотрю что он так вот все все как-то вот все легче и легче и легче к этому относится да и вот когда я уже начала видео записывать его суши ну мне надо будет говорю там часа три-четыре наверное точно да но это вообще это будет день да вот мне надо записать контрольную я я настолько я все время ждала вот что сейчас меня позовут скажет так все давай хватит тут уже да он я когда репетировала там в нашей этой комнатке он заходил заходит там со мной тоже покрутиться там поржет и и уходит да то есть намного легче стало относиться когда не парадоксально да так что да это по-любому по-любому мужу привет благодарность за его принятие мой сын вообще мне реально помог я писала вам в час за что он в последний день я у меня были слезы там стопли все у меня все стерлось у меня сагаты летали по всему комнате пальцы вспотели резинки скользили я уже такая сижу уже просто думаю а это какой-то кошмар я никогда это не запишу тут пришел мой сын говорит ну я пришел посмотреть как туда я говорю слушай говорю все все плохо вообще грита все успокойся давай сделаем фотошутинг ты такая красивая я тебя пофоткаю тут это самое поднял мне настроение а сейчас говорит берем ты записываешь что можешь как можешь одно видео и это круто круто вы почувствовали что вы вообще можете теперь сами сами просто у вас есть музыка вы взяли поделили ее на восьмерки и составили свои связки ваши уникальные связки которые вы только можете часто говорят что импровизация это вот когда вы выходите ни с того ни сего пошли танцулить с другими ну как бы людьми без подготовки без все это круто это хороший уровень мастерства но очень важно делать домашнюю работу очень важно знать музыку очень важно понимать где в какой момент вы находитесь по музыке очень важно подготавливать хоть как-то себя и делать вот эти вот связки многие считают что для отец это неприемлемо но я считаю что домашняя работа всегда должна быть особенно если вы танцуете в организованном коллективе потом еще сейчас я вам хотела сказать у меня здесь записанные вещи вот для меня лично очень было важно чтобы вы знали и вот кто танцевал в группах уже да например динара и ксения попробовали вы знаете формации вы понимаете что можете танцевать вдвоем уже то есть два человека которые могут отрабатывать и соответственно у кого-то появился уже опыт работы в большой группе с незнакомыми людьми это тоже очень круто вы с ними умеете взаимодействие понимаете это самое важное это тот самый социальный аспект вижу повторяю вы у вас есть уже набор движениями который он отличается от того что обычно дают на других обучениях он может варьироваться потому что это не то я сразу вам хочу подчеркнуть что это не то обучение которое дают в очень это обучение которое я взяла сама все проработала для этого я сходила ко всем в россии получилось том числе но как бы за рубежом у многих я училась и в россии уже проанализируя своих конкурентов я могу сказать что вам достаточно будет знать а чего вам вам будет не хватать вот я собрала свою систему свою методику которая ориентирована на русских людей она на русском здесь движение больше чем обычно в первом левеле потому что первом левеле обычно 4 условно движение 4 быстрых 4 миль здесь по-другому я взяла те движения которые легкие и вы сможете их выучить они там где-то пересекаются с 9 диском то есть вы уже пошли намного дальше какие-то ну как бы более глубокие вещи но тем не менее движение легкое учить вот поэтому то обучение которое вы прошли будет отличаться это не в cbd level 1 это не преподавательское обучение это студия пандук придумала свою методику которая работает вот поэтому спасибо вам большое за это за то что вы это сделали кто еще хочет давайте здравствуйте здравствуйте очень приятно ну да конечно оставила большое впечатление весь этот курс для меня и да еще раз повторю хорошо что я уже была как говорится в теме потому что ну я вообще никогда в жизни не танцевала кроме дискотек да вот и это в общем-то помогало но знаете почему-то был такой ступор перед камерой да когда начинаешь запись но этот вот навык записывать себя практически вы получили еще навык блогера ну так между прочим а это значит что вы дальнейшем если захотите стать преподавателем если хотите развивать себя свои группы то у вас за 10 ну 12 там условно недель появился навык себя снимает записывать просматривать воспринимать может у кого-то монтировать что-то там еще делать но тем не менее это очень круто даже если вы просто отсматриваете снимаете и ну например повторяете вам нужно что-то выучить и вы из раза в раз идете в это а как оценить что было и что стало только посмотрев на этом увидев за ну как бы очень вот поэтому навык записывания для меня он очень сложно я терпеть не могу это но приходится себя заставлять постоянно и ты такой скрипишь и с этими сагатами а звук отвратительный и ты чтобы записать вам сагаты я переписывала эти упражнения на протяжении двух дней два дня вот без пристанно я сагатила а я была в это время в барнауле там девочки фига ты работаешь я говорю а что делать ну как бы вы только представьте у меня есть люди у меня есть ответственность и мне нужно это сделать игры мне пофиг мешает вам это не мешает я там у себя я работаю и я буду это делать из раза в раз до тех пор пока я не добьюсь более-менее хорошего результата которые меня устроит хотя бы там на 80 процент твоя планка сильно выше поверьте мне у меня и мои студенты обычно так ты ты пойдешь ты не пойдешь и обратите внимание что не все из вас дошли до конца то есть есть люди которые не смогли вот этот вот выдержать напор это говорит о том что это не такое простое обучение до 1 продолжайте тут у меня это кошиня снизу и что еще что хотел сказать на самом деле вы даете очень круто и подробно разбирать потому что даже занимаясь студии да вот у меня было какое-то больше интуитивно чувствование движения его не разбирала вот когда мне начинали показывать что вот тут надо вот так покрутить вот так это да у меня все отключалось сразу а глядя как бы на преподавателя да вот она делает я повторяю а здесь вы подробно я понимаю что у меня когда именно нет чистоты движений и хватает вот пластики ну утрачено уже да как со временем все это надо восстанавливать ну потихонечку все встает на место вот и вот вам за это именно большая благодарность потому что вы прям вот по частям и все это как-то вот складывается сейчас так как надо именно потому что да да вот вроде как делаешь а потом думаешь блин а как это и опять система до системы конечно очень крутой а ну да сагаты больная тема потому что опять объясняю у меня значит как своих сагатов вроде как нет но объяснили что чего покупать дешевые нужно сразу брать хорошие но хорошие в контакте на трибл странички да я не за минуту они просто вот сразу улетают ну и как бы я это в сторону так это двину на как прихожу на занятия там сагатем все вместе дома никогда сама себя не слышала и вот значит когда я вот уже занимаясь здесь на курсе забрала эти студии сагаты про зарешение и понимаю что я простите очень плохо это делаю вот как как и неплохо как вы делаете сейчас вы просто делаете это да и вот когда начали да вот с ксени повстречались конечно на самом деле было как это фантастическая история но насколько было непонимание как мы это сделаем настолько была какая-то уверенность что мы сделаем это вот такие противоречивые чувства и из на самом деле в такой короткий срок и она как-то само по себе интересно складывать вот мы с ней пообщаемся и рад в голове какие-то я даже честно я даже не могла представить как я на восьмерке что-то там распишу ищу какие движения туда поставлю но в общем не представляю как бы это было если мы без ксении это делали я ну конечно может быть подбила бы кого-то из группы занимающихся вот но все равно вот этот тандем очень много дал на самом деле это вот какое-то взаимопонимание потом мы же если мы с ней в первый день поехали у нас там был еще концерт этногруппы на площади и там встретили девочек с якутии которые тоже прилетели на трайбл фестиваль и мы просто под воздействием вот этой музыки да такой вот шикарной такой вот что-то было этническое национальность уже время электроника мы начали танцевать причем вот просто потому что уже сил не было терпеть это все как мы это делали ну в принципе уже просто делали то что вот хоть что хотела дужа что мы могли показать интересно потом уже друг друга поснимали говорю давайте как в троем вот станцуем на кто нас будет снимать что мы словили девочку в толпе да всучили телефон и получилось так что нас еще и другие люди начали снимать вот минут где-то пять мы танцевали в общем как-то вот вы вылили выложились именно эмоционально потому что это было кайфово первый такой опыт да ну и потом и то что мы все делали с агатами конечно было смешно и хорошо что нам подсказали и кстати там на ролике дан у меня все время открывается рот не потому что я там считаю восьмерки потому что я слух считает тег дым тег дым тег дым это просто было смешно потом уже смотреть на это в записи чтобы мы с оксаной не сбились я все время вслух повторялась хорошо что это было не было слышно тег дым тег дым тег дым я прям читал этот ринг это просто было очень весело ну не правда классно я оксануке очень благодарна это вообще шикарно знаете такое было ощущение что мы вообще как бы друг друга 100 лет знаем вот как будто мы вот просто подружки которые вот ну общаются иногда встречаются вот такое было ощущение но принципе на самом деле все люди в нашей жизни да где то мы все равно как-то знакомы так или иначе поэтому это очень классный опыт я благодарна всем я благодарна девчонки вам за поддержку тоже за взаимопонимание на самом деле низкий поклон за этот курс очень много дает именно не расхолаживаться а нет как мы любим на на потом до отложить ну я потом как как-нибудь это вот именно было так что ты у тебя есть срок и ты должен это сделать вот так что благодарю всех за это на потом не работает я по себе знаю я совсем человек на потом не работает вообще здесь сегодня сейчас тем что есть как-то какая-то камера какие-то сагаты какой-то если что купите себе дерево вот приобретите мои хоть пуговицы вот эти вот нам просто для того чтобы нарабатывать вот это вот все чтобы быстрее было но прямо до любовь приветствую очень рада что я попала на этот курс очень давно уже как бы танцую восемь лет но тем не менее возвращаться всегда нужно я считаю первому левелу потому что постоянного преподавателя нету и поддерживать себя самостоятельно вот как иногда бывает очень трудно а тут попадаешь в поток как бы преподаватель дает четкое объяснение некоторые вещи уже были как-то глубоко забыты и вдруг это все вспоминаешь и начинаешь да надо танцевать а не так как я раньше поэтому вот этот курс мне очень много дал я считаю что меня подтянул во многом и я считаю что это было очень хорошо а что касается сагата это моя самая слабая такая проблема вообще очень большая ну вот и девочки конечно вот дома я сагачу деревянными сагатами да проблемы с соседями чтобы не возникали и в этот а когда приходим на тренировке мы танцуем сейчас дуэте и мы как бы вдвоем в потоке я не замечаю как что я в общем то и пропускаю и делаю пропуск я знаю что это как бы я слабовато сагачу а в этот раз когда мы делали финальное вот видео так и казалось что вообще мы были должны были вдвоем снимать но получилось что я одна ну вот и у меня очень много ушло дубли на то чтобы хоть как-то сагатиться для себя я определила проблему что вот этот звук металла большом пространстве оказывается для меня это вот новая как бы добавляется проблема и не нужно справляться и вот я уже поняла что мне нужно действительно зал действительно металл и вот это чтобы грохот стоял вокруг меня чтобы я его слышала чтобы дома я этого себе не могу позволить а именно только в зале ну или осознала я теперь буду с этим как бы ну решать проблему вот эти работать над собой и то что вы на стене сказали что нужно да действительно спать чаще в костюме костюм как бы это дает дополнительную нагрузку да это действительно так ведь теряются движения вроде бы без сагат без костюма амплитуда большая надеваешь все на себя сагаты и вдруг все так куда-то причина пропадает это очень мне оказывается сложно но на камеру я как бы уже привыкла работать уже не первый год как бы танцую но тем не менее вот эти проблемы возникают и ты вот их видишь оказывается нужно тренироваться и в зале в костюме это тоже надо а вообще я очень возвращаюсь девочками которые вот начинают практически вот в этот раз вот собрались такие люди что практически с ноля ну там совсем маленький багаж был знаний да и они такие молодцы что они вот вот идут последовательно работой тренируются и финальному видео очень даже прилично очень я считаю что для начала хорошо очень танцевали молодцы очень как бы вам благодарна даже потому что вот я смотрю прогресс за 10 занятий практически да вот да вы так выросли я считаю что я даже посмотрел и получила удовольствие от того чтобы вы как растете а не то что я там уже немножко присоединилась там где-то чего-то забыла для себя а вот вы так молодцы и так быстро я считаю что пошел прогресс молодцы и вам и вот даже я горжусь так что спасибо большое что я была на курсе вместе с вами на все вам очень большое спасибо вы решили как бы нашли путь решения мои какие-то проблемы спасибо большое спасибо любовь за этот отзыв он прям такой аж будоражит хочется благодаря таким отзывам понимаешь что ты все-таки что-то делаешь она имеет смысл потому что мы все-таки танцоры и люди творческие и когда мы не получаем обратной связи мы выгораем ты вроде вкладываешься у себя потому что систематизировать что-то как-то делать построить логичность а в итоге тебя могут сказать что ну как бы они видно и что случилось моя задача на этот курс как бы на каждой обучение я ставлю какие-то небольшие цели первый раз когда я делала подобный курс он проходил в инстаграме и он был чуть-чуть другой ну как бы соответственно вот и там идея моя была вообще для себя понять могу ли я что-то делать онлайн на этот курс я уже выросла и ставила себе более амбициозную цель которая состояла в том чтобы за 10 дней сделать танцора вот и теперь если это могу сделать онлайн я могу это перевести и в оффлайн и в оффлайне сложнее чем вас заставить ну как бы онлайн чем онлайн заставить людей заниматься каждый день здесь вы поставили сами себе планку у вас были ограничения и вы не могли откладывать в оффлайне это но практически невозможно сделать поэтому я могу сделать вывод что онлайн обучение у меня получается даже качественнее в связи с вот этими вот рамками то есть вы хотите не хотите кто не хочет соответственно он как бы не хочет он не идет он там где-то тормозит достается все кто хотел все дошел вы очень большие молодцы я горжусь вами каждый из вас и я хочу чтобы вы знали что если у вас будут какие-то проблемы с ключами с чем-то проконсультироваться по тому что мы прошли вы всегда можете это сделать я вам напомню мои ученики часто мне звонят пишут уточняют что-то узнают какие-то детали вот поэтому это нормально если никто все уже сказали все все так сказать выразили себя такому выдачи сертификатов всех все хорошо и так я пойду с конца сразу хочу сказать что сертификаты и делаю не я и как бы вы постепенно присоединились основная масса получит давайте так вы все печатный сертификат у вас будет сделан дизайнер есть только один человек которому ну так получилось что он присоединился самый последний поэтому сертификат делала я кривой рукой но печатном виде и по почте я отправлю нормально поэтому начнем постепенно сейчас я выведу окна которые мне нужны чтобы и так ага сертификатом о прохождении курса а тс в чвд стайл level 1 поток 1 в размере десяти часов а также танцевальные практики в размере 10 часов сертификат получает наталья ерофеева смотрите почему здесь написано в размере 10 часов потому что теоретическое обучение у вас было 10 часов и после этого у вас была еще танцевальная практика это наши разборы домашние задания которые были тоже в размере 10 часов и того ваш курс был 20 часов а поехали дальше закрываем это сертификатом о прохождении л-1 поток один в размере 10 часов танцевальной практики в 10 часов награждается у меня награждается любовь емельянова так видно видно да все хорошо да и так вот такой вот сертификат это уже сделанный сертификат значит дизайнером здесь все с подписью надписью вот с моей подписью вся красивенько следующий сертификат и так сертификат а за прохождение а тс пчбд стайл левел один поток один студии трайвел бейзансы фитнеса йоги поток награждается сабина как это читается и так дальше следующий сертификат за прохождение онлайн обучение а тс-1 фсбри стайл левел один поток один студии пандук размере 10 часов танцевальной практики в размере 10 часов награждается оксана коренькова и следующий сертификат подтверждает что значит следующая участница прошла участвовал в потоке левел один поток один фсбд стайл либо эти с студии пандук онлайн это у нас динара зимова все эти сертификаты так а это у нас последний да не все очень жалко что как бы у меня еще была задача конечно чтобы все дошли потому что это был бы максимальный вход максимальный выход но кто-то сразу так сказать отчипурился и не участвовал вот здесь получают сертификаты только все кто сделал домашнее задание и сделал очень главное контрольное мероприятие прошел потому что это самое главное самое важное зачем мы вообще все это делали чтобы у вас было осознание начинающий обычно приходят и не понимает что самая та фишка от которой мы всем горим это когда вы накрасили глаза сделали панду прикрепили сюда какой-то цветок надели этот костюм сказали боже мой я уже устал и пошли на сцену этот кайф вот этот кайф рождается там а пока вы тренируетесь это чистая физика то есть мы здесь качаем руки и качаем папу качаем наш пресс делаем были ролл делаем какие-то движения учим зачем считать постоянно вот этот краб к нам приходит вот и это все работа которую мы делаем для того чтобы дойти до финала до конца для меня было это очень важно для меня очень ценно что вы все это сделали я вас всех от души поздравляю ваши сертификаты всем кто прошел все кто им получил я распечатаю уже не бумажном виде будут отправлены вам по почте поэтому вы все их получите итак финальное слово за вами и я вас отпускаю докачивать досматривать доделывать вот чтобы у вас все осталось чтобы вы ничего не забыли не потеряли чтобы так сказать сохранили и потом приумножали так а можно у меня есть такая ну я не даже не знаю это пожелание курсу или мои идеи вот как бы отлично отлично супер ну вот я например исходя из того в чем у меня были сложности да думаю если бы например на каждой практике которую мы практиковали а там мы прилично тогда протанцовывали очень длинные вот эти вот были треки в момент когда мы мы уже изучили часть сагатов то есть вот один цельный урок сагатов это было для меня очень много но потому что разные да эти штуки так сказать тренировочные вот и но я прям реально у меня взрыв произошел прямо такой сильный даже какой-то не знаю на меня стена упала сверху депрессия это знаете вы проходили я реально вас смотрела думаю они прошли все вот эти вот пути которые принят ну до принятия да там же есть вот это один из них депрессии а с сагатами пришла депрессия короче я подумал что если бы танцевальную часть быстрой части ну почти каждой практике или хотя бы мы в этот сагателе там по 5 минут допустим да ну тогда бы мне было с каждым днем все легче и легче что сагаты мы не на первом там далеко занятий начали да но на первом это будет пахту да ну понятно имеется ввиду что уже прошло по моему занятия 4 да и потом на пятом 5 5 неделя была посвящена сагатом до пятом до пошло вот и казалось что это настолько сложная практика боже у нас всего-то там 9 10 недель как же ну удастся вообще себя уговорить этим еще заниматься то есть это было превознеможение особенно в плане того что тройки то это одно а там же были разные виды этих упражнений и сначала куча времени потратилась на то чтобы просмотреть ссылки на ютубе вот обучающие там по просто счету ритму вот и я такая подумала что если бы я по чуть-чуть вот именно в практикующих танцах вместе с тобой мы бы чуть-чуть подсагачивали понемножку чтобы но было бы легче шло что это было практически ну под под свою ответственность когда ты возьмешь и сагатишь вот и ну а ответственность она такая ну поэтому я думаю окей да хорошо принято это очень хорошее замечание согласно да можно я добавлю потому что у меня было тоже как раз вот именно эта мысль да ну чуть-чуть другой форме мне не хватило допустим вот от такого урока совместного чтобы мы просто вот неважно либо натаптывали либо сидя по сагателе да и вот у меня была всегда проблема что я вот ну слишком медленно сагачу да и чтобы вот это вместе всем по сагатите чтобы вы хотя бы сказали допустим да вот смотрите здесь быстрее и там показать и чтобы вместе это сделать и чтобы вот это наслушать хотя бы уже да человек уже ну вот лично я допустим чтобы я слышала а вот это правильно да вот это правильный темп вот надо держать вот я знаю как допустим чтобы вот это вот происходило вот именно в интерактивной связи да они допустим вот присылаешь вот вы говорите и ты все равно делаешь это то же самое думаешь ну вроде же я попала допустим с музыкой с аккомпанементом когда ты под песню например сагачка что для меня это всегда была как афония у меня вот это вот это вот триоли вот это катан-така-така-така-така-така да он мне не накладывался абсолютно на музыку в моем слышании да мне казалось да боже да это же не совпадает совершенно да как же попасть и вот ты естественно твой мозг он ищет вот эту лазейку да как тебе сделать удобно и ты замедляешься да чтобы хотя бы как-то по своему слышанию попасть вот в этот ритм вот да вот этого мне не хватило чтобы был хотя бы один урок где бы мы вместе допустим все просагатели чтобы вы сказали хорошо вот этот темп вот его держи там у тебя получается или вот там там та ошибка та ошибка допустим вот так вот я подумаю как это реализовать дело в том что программное обеспечение но в котором мы занимаемся если вы будете работать на сагатах я пробовала и это сильно басит и звук будет сильно видоизменяться а из того что у всех еще потоковый интернет достаточно разный то еще я могу включить одну музыку но из-за потока из за того что он в разные промежутки времени могут жить либо отставать либо сильно идти вперед у нас могут быть разные как бы ритмический рисунок на как как результат вот поэтому здесь нужно подумать здесь отличные комментарии спасибо вам большое я попробую что-нибудь придумать как это усовершенствовать вот самое такое на сегодня какой я вижу выход это прям сделать просто видео запись на котором я например разберу несколько каких-то музык с разной скоростью того же хелма на котором покажу ту скорость которой вы должны сагатить и мы будем протанцовывать вот либо в домашнее задание они в домашнее задание сагаты на видео правда при потоковом виде звучат ну прям сильно отвратительно поэтому я старалась все видео которые с сагатами ну еще из-за того что так получилось в записи ставить вот вы их смотрели сразу на ютубе но надо надо думать что что как что мне технически будет помогать это реализовывать вот и все поэтому я думаю главное что всеми вами посажены а там дальше мы будем с этим работать я буду с этим додумать уделять этому внимание работать продумать именно технически наш технически конечно это сделать достаточно спасибо еще а еще у меня вопросик такой организаторский можно ли сертификат получить онлайн как-то вы можете прислать на имел например да 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 и он очень долго будет идти и мне уже хочется хорошо да конечно напишите тогда в телеграме вот в нашу в наш чат email и я сейчас их ну как бы они каждому уже отдельный есть я их вам на почту покидаю кому нужно если кто-то нормально с тем чтобы они шли по почте вот вы тогда дождетесь кому нужен и сертификат на email без проблем я прям сегодня в течение дня вышли в этом нет ничего такого вот быстренько сделаю вас будет ваша заветная красивая картиночка вот все хорошо так кто хочет кто хочет может все тогда торжественно спасибо вам всем и с это выпускной первого вы первые вы понимаете вы вообще что творится первые вы первые это первый поток первого левела онлайн все остальные они уже соответственно будут как-то модифицировать все постоянно никогда не бывает одно и то же всегда будут другие слова всегда будут другие какие-то идеи всегда потому что и люди все разные и наше отношение завтра к чему-то изменится и мозг у нас каждый день раз вы должны это тоже понимать поэтому вы самые первые вы как ледокол проложили путь всем остальным спасибо вам большое я вами всеми очень горжусь вот рада что вы были со мной и носим наш поток наш курс онлайн закончен объявляю закрытым пожалуйста используйте те знания используйте самостоятельно используйте в обучении с агатами работайте потому что вам нужны просто часы практики все нет никакой магии только часы личного натанцовывания с агатами без агат с другими людьми с другими людьми делайте коллаборейшн никогда не боитесь не бойтесь подойти сказать можно я с вами здесь постою ни один нормальный там преподаватели нехороший а вообще танцора т.с. никогда во мне не откажет и можно всегда прибиться какой-то группе и с ними потанцевать и чем больше людей вы увидите чем большим количеством людей вы станцуете посмотрите их их физику тем как бы будет шире ваше осознание что каждый человек индивидуален что у всех манера поведения в танце по т.с. и своя и общей техники общие правила они все искусственно есть они искусственно созданы но каждый раз нужно просто смотреть и приспосабливаться и теория у вас есть практика уже у вас какая то есть а все остальное это ваша индивидуальная работа в которой вы будете танцевать 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 смотреть и когда-то кто-то вам скажет я танцую не так скажите ему ну и слава богу моя задача повторить за тобой вот и все будьте всегда когда лидер хорошим лидером который держит performance angle который правильно своевременно заранее включая ключи думайте всегда где вы располагаетесь на сцене потому что нам нужно стоять чуть левее и будьте всегда очень хорошим повторяющим без своего собственное эго будьте тенью вставайте всегда в тот разворот больше он меньше соответствует тому что вы знаете не соответствует ваша задача просто повторять не думать вообще не думать а просто боже какая-то рука хорошо такая-то рука следовать очень важно научиться и лидировать и следовать это и в жизни на самом деле вам тоже это пригодится в работе в такой работе в офисе это тоже очень помогает когда вы и лидер и следующий да да я вот хочу сказать все таки еще займу немножко вашего времени нет на самом деле я травил за что и люблю да это вот за вот эти социальные контакты за вот это принятие других за вот это огромную разность и вот это вот диверсити да что и принятие вот это вот что люди все разные они такие вот какие они есть мне это очень сильно помогло я уже пять лет вот во всем этом супе варюсь и наблюдаю за всем за всем за этим да и это то что я своим девушкам тоже всегда хочу дать да вот это вот найти вот что при многие боятся прийти на курс да они там говорят ой вы там секта или там могут там такие да прям подняты ну да и гордость осанка там вот это вот и все такое да там люди просто боятся но когда они приходят я говорю это семья и вот люди с теми которым я уже пять лет танцую мы просто уже как семья можно столько срослись и вот на курсе случилось тоже да вот это вот что девочки встретились да и вот как бы вот это вот именно социально вот это вот общение да и вот именно вот именно женская энергия такая да вот это вот то что нам женщинам очень давно говорили да что как там говорится женской дружбы не бывает да вот рай был до что он опровергает полностью вот это вот понятие да и допустим лично мне мне вот с этим не приходилось долго жить у меня в основном друзья были всегда мужского пола и вот спустя пять лет да то есть вот я впустила благодаря райблу тоже свою жизнь многих женщин и я вот поняла насколько это вообще классно когда у тебя есть люди которые мыслят с тобой одинаково да которые поддерживаются твои сумасшедшие идеи креативы и они вот с тобой во все тяжкие там да и ой молодец и когда абсолютно все тоже вот и с чужими людьми встречаешься начинаешь об час у вас общая какая-то идея и вот в трайбле это очень сильно вот я думаю что поддерживается да и продвигается и вот за это я обожаю трайбл классно да согласна маленький лайфхак у нас есть такая смешная в пандуке штука у каждой из вас есть маленькая корона выходя на сцену потому что нам нужно удерживать себя от начала и до конца знаете обычно новички чем отличаются от продолжающих они сразу сдувают станет закончить все сдулись такие и ползают со сцены потому что было сложно вот мы всегда только одеваем костюм мы перерождаемся вытаскиваем наше какое-то танцевальное эго которые знаете как такой сценический человек который себя постоянно держит и это не тот человек который в обычной жизни ну то есть у нас такая сепарация происходит вот и для того чтобы помнить про это для того чтобы не опускаться вниз обратно не возвращаться чтобы не было отката мы одеваем небольшие такие металлические ну чокеры мы используем в основном вот получилось это как однажды мы собирались на какое-то мероприятие да мы собирались на какое-то мероприятие и мои нападницы как чё ты там как как чё ты на голове сделала я говорю блин чё сегодня вообще не получается ничего я взяла какую-то металлическую штуку прибила ее цветами дальше как-то закрепила на она такая так у тебя же корона я такая неплохо она теперь придется корону себе как-то мастериачить вот ты с тех пор мы в нашем коллективе и нашим начинающим танцором говорим когда вы выходите на сцену когда вы себя несете так или иначе вы даже если начинающий танцор вы уже должны себя подавать поэтому придумайте себе что-нибудь хоть какую-нибудь маленькую на застежке корона поэтому мы не кланяемся низко есть такая идея что конец обычно ходить вот если вы начнете таким образом кланяться как это в ножке да это немножко не то так не положено вас корона поспали поэтому всегда с гордой осанкой держа лицо мы делаем небольшой поклон так сказать спасибо что вы на нас посмотрели спасибо что мы такие красивые мы пошли вот поэтому тоже держите себя знаете что должна быть такая какая-то некоторая мистичность на сцене все что на сцене все остается на сцене в другой жизни вы можете быть совершенно другими людьми как у меня меня кстати у меня был один раз прикол меня не пустили на мой мастер-класс потому что там лежал висела большая афиша со мной лежали блокноты со мной я прихожу перед рад и я на мастер-классе такие идея чем женщина тебя нет в списках я такая как это так а мне говорят ну нет в списках я такая пожалуйста пустите мне организатор меня не пускает на входе вот потом когда разобрались оказались что я та самая женщина которая на всех этих афишах на всех этих блокнотах на всех этих сертификатах только после того как организатор позвонил у кого вы что там творите меня пустили на мой мастер-класс ну там чуть заранее чтобы я могла подготовиться поэтому особенно когда черные волосы были мне говорили что я очень отличаюсь от того что в жизни а того что от от той подачи которую я несу себя во время преподавания и во время выступлений поэтому люди меня часто не узнавали вообще не принимали и самое ржачное было что меня боятся было когда мы вместе с ухтанскими делали коллаб и они потом ко мне какая-то девушка я сейчас не помню кто вы как зовут ко мне подходит и говорит слушай я думал ты сука стерва и ты вообще другая вот оказалось что как-то не так а горит ты очень заботлива всех нас выстроила все это сделала да сложно но спасибо вот но как-то по-другому то есть не то ощущение которое ты возможно да возможно до уважения но я не хочу чтобы не то что вы видите что ну как бы я бываю строгая но обычно это все почему-то бывает когда я ругаюсь безумно потому что буквально недавно в августе мы участвуем на дне индии на косячины мы там ну просто безбожно я не знаю как может косячить так выступающий состав я была так разочарована у меня было такое какое-то бессилие прямо упадническое настроение я им конечно высказала все что я не думаете но так как я преподаватель и когда вы косячите обязательно идите исправьте мы танцевали этот память после этого еще и еще вот потому что я не могу позволить себе чтобы это осталось в их памяти это в их мозгах для того чтобы справиться нужно пойти и переделать я всегда так сама делаю и заставляю своих учеников идти переделывать перезаписывать перри как хотя даже если они будут все валиться с ног мы не уйдем никто из наших до тех пор пока не сделала чего я вам тоже желаю желаю вам развиваться желаю не останавливаться желаю вступать в социальные контакты с другими людьми увеличивать себя масштабироваться начните преподавать начните развиваться один мой преподаватель сказал что я занимаюсь танцами начала заниматься танцами преподавать только потому что сама захотела хорошо танцевать вот такое мое напутствие вам кто хочет может высказаться и мы заканчиваем на это наш поток так еще раз благодарю всех девочки очень продуктивно да очень не знаю душевно было вот это наше общение даже буду скучать надеюсь что будем все как-то на связи как-то наблюдать за этим но это просто интересно я говорю год назад я представить себе не могла что я сейчас буду умирать от восторга от каких-то юбок я буду отслеживать я буду заказывать какие-то вот сейчас одна девочка уехала в египет и вчера о там пояса афганские и мы их купили какое счастье в общем вот это вот это мир мир определенные но и в котором есть свои интересы и знаете люди шутят что если бы все занимались tribal мне было бы больны потому что все свои деньги они нацацули это это точно тогда потому что ты прямо вот бредишь этим ты вот смотришь а я тоже такое хочу у меня прямо на счет насчет джейпура ну так она и вот прям я очень рада что мне удалось приобрести юбку причем с американского сайта вот этот 13333 ком вот и через тут у нас тоже в казахстане есть люди которые ну или как компании которые помогают чуть дешевле оформить эти посылочки прям прекрасно и также взаимодействие через tribal базарчик с другими танцовщицами из россии у которых я допустим купила падма купила на попник красивый расшиты но тоже вот это прям очень удивительно все вот это очень как сплачивает да и взаимодействие такое вот понимание в общем все очень здорово я очень рада что все у меня так сложилось что я да в какой-то прекрасный день сказала что я тоже ой я тоже так хочу и пошла заниматься этим прекрасным танцем и обрела вот такой еще большую круг который будет еще больше расширяться единомышленников людей которые в теме вот благодарю вас всех девочки прям очень очень от души желаю вам исполнение мечт дальнейших успехов в развитии всегда будем на связи спасибо спасибо можно еще сказать благодарности и мое удивление на курсе что все было настолько структурировано я представляю сколько было исписано так сказать сценариев уроков да сколько потрачено часов на вот эти записи и перезаписи видео наших уроков ну и реально я была удивлена то что у нас сначала было вот заявлено 10 часов да а когда еще началась практика это были полноценные такие уроки что и как бы пропустив их там где-то что-то и так сказать можно было упустить да то есть ты наполнила вот этот курс дополнительными там движениями там вот МФР нам давала да и вот большая благодарность за то что ты вложила свои силы и здоровье время вот несмотря на отпуска какие-то поездки и я реально вот сабины вообще удивлена как можно совмещать с работой полноценной да с семьей с вот этим отпуском потому что ну у меня у меня тоже работа но она не на полный рабочий день я хотя бы такая тоже себе в уме думаю ну наверное будет как бы не так сложно ну я рада что я на это решилась уже когда решаешься ты не ну не делаешь обычно шаги назад если только в крайних каких-то исключительных бы случаях но как бы все только благодаря насти тому что она достаточно строго как бы подошла особенно к моим креативным выступлениям но я я понятно просто это я была в отпуске и я такая думаю ну лучше я сделаю что-то чем вообще ничего и в общем а там меня занесло я думаю ну а если правда она сейчас подумает я всегда так выступаю а ты сошел на задний план вот ну в общем я рада что я бы это прошла и мне очень хочется продолжать хочется найти в себе внутренние силы чтобы не задерживаясь переходить следующие левлы потому что ради чего-то ты это начинаешь если застопориться то действительно если не здесь и сейчас то это когда-то может вообще не случиться вот поэтому буду думать как чего и хотела бы спросить а вот параллельно был еще левл 2 или там и вот с нашего курса сколько изначально набралось и вот нас осталось всего ничего четверо второй левл так и не набрался потому что минимальное количество которое было взаимно пять человек ну для того чтобы даже между вами происходила нормальная коммуникация вот с условия секунду извините першить немножко так вот для того чтобы между учениками проходила нормальная коммуникация мы взяли минимум пять почему с идеей что один отвалится и у вас будет нормальная четверка и в начале вообще был план что кто-то будет онлайн то есть мы сделаем какое-то выступление онлайн а потом как бы было принято решение что лучший оффлайн для того чтобы вы себя могли снять вот онлайн там как бы чуть чуть тяжелее и дольше реализации двух недель бы не хватило вот левл второй не набрался к сожалению сейчас я делаю попытки его набрать но как бы не понятно что будет и левл два он проходит при следующих условиях вы должны обязательно пройти уже левл один либо какое-то интенсивное обучение у меня когда-либо чтобы знать как я преподаю и чтобы не было знаете такой неожиданностью что она строгая она что-то спрашивает а я просто не хочу этого делать как бы я и так все знаю что-то ко мне пристала женщина чтобы и знали чем отличается моя структура как я преподаю движение от того как преподают например везде потому что у каждого есть индивидуальный подход к каждому движению каждый преподаватель пытается внести свою идею каждый по-разному преподает телеску как развивать те или иные мышцы которые необходимы будут для участия ну вот в этом движении кто-то вообще не дает этого кто-то дает только тупо движение технику поэтому чтобы мы еще сошлись вот этими какими-то темпераментами темпераментами и у нас не было ну как бы негатива потому что я хочу одного человека меня может не принимать и говорить нет нет это не надо поэтому чтобы попасть на левел 2 нужно пройти со мной банально если вы приходите извне какое-то беседование если не учились и я вас либо допускаю либо не допускаю и допуская я заранее говорю что не несу ответственность за результат потому что вы пришли извне и я то без левела 1 на котором заложена вся теоретическая база все основа фундамент очень важный для меня чтобы идти дальше а левел 2 на самом деле из себя представляет очень такую уже там механизм просто очень тупо дальше идет изучение движения внедрения в связки изучение движения внедрения связки там нету практической теории танцевание танцевание то есть уровень танцевания увеличивается раза в три вот вот это вот практике поэтому я считаю что с одной стороны он легче с другой стороны сложнее но если нет этой базы которую вы получили на левел 1 это будет вынос мозга еще больше потому что количество связок будет увеличиваться практически объяснение ну как бы будет техническое само движение его вариации но на этом все как танцевать что делать в группах как это взаимодействие что нужно чтобы подготовить себя к сценическому выступлению этого там нет очень все сухо вот на левел 1 набрался только ваш поток левел 1 параллельно левел 2 не было в потоке 6 человек дошло до конца подождите 7 сейчас секунду нет еще наташа сейчас скажу сам просто нужно посмотреть сколько в чате человек в чате человек 7 значит до конца дошло 6 здесь не хватает наталья которая вот первый ее был сертификат все каждый из вас выполнил домашнее задание каждый из вас отчитался и каждый из вас в конце подготовил костюм расписал песню по по тем связкам которые вы хотите показать и каждый из вас танцевал сделал запись и предоставил ее мне получил обратную по нему связь да там хоть какую-то либо все хорошо либо все плохо кто-то более подробно вот вот такая вот была структура обучения и последнее задание было самое важное вот вы молодцы вот поэтому на правах рекламы я вас конечно же приглашаю на левел 2 потому что вы уже вообще без проблем можете на него перейти и будем танцевать да будем делать все возможное чтобы учиться и я у меня есть такая надежда у меня есть такое желание даже надежда что мы встретимся оффлайне и все это еще вместе станцуем 15 раз 5 ноября 5 будет круто если кто-то из вас придет там будет обязательно адрес дискотека ну шестеро да там еще наталья но пятеро из вас самые стойкие вот все кто здесь пять один человек не дошел не выполнил ни одного задания ничего не сделал поэтому ну как бы извините мне конечно очень приятно получать деньги просто так как бы давайте мне еще больше но это не цель не первостепенная цель я считаю что это немножко неправильно вот я хочу что-то получить отдать максимально чтобы все было да 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 а вот можно я спрошу вот эта девушка которая не дошла а ей то открывались уроки все да просто конечно все то же самое да все было то же самое как у всех то есть все шли на одинаковых позициях чат все все задания все видна была вся переписка все что зачем все ваши коммуникации между собой все одинаковые условия всех можно уроки да и больше ничего не надо было как бы да да мы мы общались вы не переживайте на самом деле с каждым человеком тем кто даже не приходил я прихожу к нему лично и не говорю как бы а как же так вот там за цель была другая цель была потанцевать что-то для себя получить скорее развлечься вот и не было цели что-то сдавать не было цели как-то себя записывать просто вот как бы остаться вот базу может быть какую-то набрать и все это тоже нормально такое может быть но соответственно вы можете все это пройти вы можете все это посмотреть это знаете как без обратной связи без просто видео это называется тариф все сам и так кто хочет сказать есть еще такие если что мы носим да я вас отпускаю в свободное плавание в так сказать ваше счастливое будущее все так закрываю выключаю до завтра вам еще все доступны не забудьте все скачать хорошо я рассчитываю на вас и рабочую тетрадь пожалуйста не забудьте рабочую тетрадь дозаполните ее но просто хотя бы скачать ее себе дозаполните хоть от руки можно распечатать там как-то что-то модифицировать потому что она в вор да не в pdf award чтобы у вас можно было поля расширить уменьшить вот она классная она функциональная там у вас все написано чтобы название у вас были чтобы вы писали не кокскрю непонятно как не круглого а могли оттуда списать как то или иное название называется если вы не знаете как это пишется на английском очень как бы хорошо такое иметь перед глазами чтобы знать как что-то называется все я когда видела на открытом уроке как они твоя открыл значит тетрадку там всю исписанную вот этими всякими там видимо как протанцовывать что я подумала боже они чё и там из хогвартса чё они там что у них за заклинание я так не могу и думаю да и может вроде на танцах чё они там пишут и пишут пишут и пишут да но к сожалению ну как бы к сожалению или к счастью но это вот работа преподавателя танцора хореографа хореограф он делает домашнюю работу дома и она в основном письменная а у маркетолога еще и такая контекстная с наполнением групп наполнение интернетов поэтому если вы думаете что я ушла с работы и танцую денно и ночь на то я как сидел у интернетов у компьютера так и сижу ничего не изменилось я делаю рабочие тетради делаю какой-то контент рублю вот поэтому все это работает реально работа когда все приходит через тело сначала нужно чтобы осознание да я заметила ну значит вот четкое подтверждение вот твоей фразе что но я это сама много раз осознавала что вот любая импровизация это хорошо подготовленные когда-то да какие-то связки или что-то и сейчас после этого фестиваля были такие импровизации у людей но это были не выступление на гала-концерте а допустим вечеринка или что-то но все равно все люди ждут до выступления от знаменитых достаточно значит людей и которые идут импровизировать и видно что они и музыку то до конца свою даже не дослушали не знают это прям бросается в глаза у кого-то импровизация она вот такая что прям вкусно смотришь думаешь вот это класс а у кого-то видишь что она сама там глазами в потолке где-то думает когда у нее закончится эта музыка сейчас или нет и и в общем видно очень видно что вот для импровизации надо хотя бы музыку наизусть свою знать не то что там уж движение готовить так что будем будем еще хочу немножечко времени отнять и хочу сказать настя большое спасибо за ваш курс за ваши труды да за вот вернуться немножко вот к тому что сейчас только что обсуждали про ваше преподавание да и про работу вот эту вот хореографа и менеджера и все остальное да я вообще на вас наткнулась как-то нечаянно на в инстаграме да это вообще какое-то для меня тоже космос и вообще не знаю как я тут вообще оказалось и сижу да просто как-то все вот так сложилось да и давно очень я хотела и искала и смотрела и у вас бы какой-то открытый урок я вас сначала по информации нашла вы выкладывали посты информационные про траэбл что-то такое мне понравилось очень все теоретично что вы своими словами это так понятно доступно все рассказываете да я думаю ага окей человек понимает потом был открытый урок да да и вот я там задала какую-то вот вопросы то есть сразу мгновенно да на него тут же среагировали то есть ушли вот в углубились тему да и вот все это дали так классно и хорошо я думаю о вау вот это вот мое да я так хочу вообще супер это вот про совместимость да и про и вообще про вашу да я хочу сказать что вот видно что человек вникает да что человек в теме что человек знает что он делает то это не дилетант да что это человек профессионал ну я так почувствовала я пришла я заплатила для меня это тоже был вот это онлайн перевод да там все другую ну там переводить вы мне тоже сама первого момента то есть помогали показывали объясняли да и вот мы вместе это все сделали они разу ни минуты ни секунды я не пошли самое самое сложное это было принять оплату из другой божему да на сложную время вообще вот в это вот все да вот вы говорите что встретиться оффлайн все конечно я мечтаю да ну далеко сейчас в такой ситуации сейчас это все вообще на я рада супер за вас что у вас там все это все равно продолжается и пандемию мы все пережили тоже был кошмар да сейчас вот этот вот бред весь ну ладно не будем на грустном я здесь про танцы да и вот это это цена которую я вот заплатила да вот это вот финансовая денежная то есть но вы в 10 раз намного больше дали да и это вообще мне окупилась стариться абсолютно да и большое 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 спасибо огромное и супер 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 спасибо 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 на такой ноте спасибо большое заканчиваю запись останавливаю спасибо за субтитры делал DimaTorzok спасибо за субтитры делал DimaTorzok спасибо за субтитры делал DimaTorzok